Интерес к форуму, как всегда, огромный. В этом году приехало около тысячи представителей СМИ из разных уголков России и не только. Ряд международных организаций будут говорить с российской прессой об этике и профессионализме, о том, как выстроить диалог и, может быть, даже вместе двигаться в одном направлении. Но возможно ли это? Международная формула доверия – Восток-Запад. Эту тему обсуждали в первый день работы форума. Здесь и представители ЮНЕСКО, Международной федерации журналистов, ОБСЕ, журналистские союзы и представительства Израиля, Финляндии, Болгарии. Конечно же, повестка для нашей федерации и вашего союза разная. Как и в других странах, есть специфика политической и экономической ситуации. И там журналисты сталкиваются с другим кругом проблем. Как, например, сейчас в Турции, когда 160 журналистов в тюрьмах, и мы пытаемся им помочь. Что касается РСЖ, то для нас важен контакт. У вас есть свои проблемы, но для нас вы тоже инструмент для решения международных проблем для журналистов. Журналистов объединяет одно – право говорить открыто, смело, не забывая при этом об этическом кодексе журналиста. Эту профессию чаще выбирают женщины, не боятся рисковать, правда, среди убитых журналистов больше мужчин. Правозащитник Алексей Симонов рассказал о том, что буквально в эти часы в Барнауле, там, где находится школа расследовательской журналистики, совершено нападение на Григория Пасько. Он был избит неизвестными. Рискуем мы все, даже в самое мирное время, без всякого описания войн или межнациональных конфликтов. Существует огромное количество мерзавцев, которым надоела свободная журналистика, которые хотят ее решительно уничтожить, совершенно не представляя себе, что это такое и во что это им собственным и их детям обойдется. Но требование времени и общества быть ближе прессе к тем, ради кого, собственно, и существует журналистика. Здесь самое главное посмотреть на людей своей страны, на жителей, на среднестатистического человека и поговорить о нем. Тогда мы вернем доверие к журналистике и вернем то доверие, которое так необходимо обществу. Вот что самое важное. И не случайно, что сейчас местные газеты, местное телевидение, местное радио приобретают более значительное, ну, они более значительны для местной аудитории, чем федеральные каналы, федеральные газеты. Потому что они стали ближе к человеку с соседней улицы. Говорить, как работать, о чем писать и для кого будут догомыслить до 2 октября. Это не только круглые столы и встречи, но и презентации интересных проектов и различные дискуссионные клубы на самые острые и волнующие вопросы времени. Вплоть до темы, что выберет Путин в рамках стратегии экономического развития страны. Елена Овсицына, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.